Всем привет! Мы сегодня поговорим про менталитет, поговорим про отношения мужчин и женщин. Я небольшие какие-то, может быть, даже советики, если так назовём, да. Всё, к чему я пришла, что я буду сегодня рассказывать, это мой, скажем так, опыт наблюдения здесь в стране, за людьми, за ситуациями, историями, которые вокруг меня происходят, девчонки, с которыми здесь общаюсь или общалась, какие бывают моменты. Я хочу до вас это донести, потому что эта тема у нас тоже встречается в письмах и в общении на канале, в видео моих каких-то. Что нужно усвоить для восточного менталитета? Вот девчонки есть, которые приезжают, вот из последних писем было, да, на курортную какую-то зону знакомятся, с турками там крутят, мутят, потом с другим каким-то турком начинают общаться, или в интернете переписываются, общаются, встречаются, там, не понравилось, и опять в этой же соцсети или в, там, нет, твиттер, там, фейсбук, ну, где вы знакомитесь, не знаю, да, где-то знакомятся, и, то есть, условно, остается все то же самое. Вот смотрите, что важно в восточном менталитете? Почему важно, как я всегда говорю, уходя, уходи, закрывай дверь, никого не оставляем в друзьях, сжигаем мосты. Вот каждый, назовем так, ваш новый опыт общения, это должно быть что-то новое. Никаких намеков о вашем прошлом общении с мужчинами восточными или с турками, там, с иностранцами не должно быть, потому что каждый восточный мужчина, мне кажется, каждый мужчина вообще в принципе, но у восточных это очень острая тема, никто из них не хочет быть следующим после кого-то, это сразу к вам вопросы. Значит, ты уже искала, у тебя какой-то проблемный, может быть, характер момента, почему у тебя не получилось до этого с кем-то, да? Вопросики возникают, недоверие, ревность, короче, очень много всего вытекающего. Вот в общении с турком, даже если вы просто переписываетесь в какой-то социальной сети, там, я не знаю, ВКонтакте, еще где-то, вот вы перестали общаться, все, у вас дорожки разошлись. Пожалуйста, не храните этих людей в френд-листах, в друзьях, в подписках, в инстаграмах всяких, не надо это делать. Если вы, у вас всегда от этого в будущем, если вы планируете или у вас получится так случайно, общение с другим каким, ну, будем брать турок, да, с другим турком, у него всегда будут у вас вопросы, ревность и претензии к вам. Вот этот оставленная приоткрытая дверь, неудаленный чувак из подписок в инстаграме, просто везде заблочен, он типа, я вам позволяю смотреть мои сторис, поднимаю свою самооценку. Поднимайте свою самооценку за счет чего-нибудь другого, пожалуйста, за счет своего развития, читайте книжки, ума, путешествуйте, тусуйте, зарабатывайте больше денег, работа, карьера, все, что угодно, но не через вот это. Это очень просто, это абсолютно предсказуемо. Потом вот это когда-то вам вылезет сразу. Турок, который начинает общаться, он сразу шпион, он сразу вас будет проверять, ваши аккаунты, всех, кто на вас подписан, кто вам ставит лайки. Если вы ему понравились, он уже начнет сразу все узнавать, ну, социальные сети, если мы берем, да, он уже начнет поднимать на вас информацию подноготную. Когда вы похватитесь и влюбитесь, ой, сейчас я удалю всех своих бывших, заблокирую, удалю фотки, будет уже поздно метаться, потому что компроматик на вас уже собран, он уже посмотрел, что хотел, он уже посмотрел, кто ваши сторис смотрит, кто вам ставит лайки, кто на вас подписан, кому ставите лайки вы и так далее. И это метание уже, оно просто не нужно. Оно придет само собой, потому что он вам скажет, слушай, так, дорогая, вот это удаляй, вот это, то есть это будут его уже условия. Но какая здесь позиция? Он уже увидел, ему уже не нравится, у него уже есть свои условия, какие-то вам выдвигать. Как правило, все на эти условия идут, чтобы сохранить там отношения, общение, там типа ревности не было и тому подобное. Так вот, вы представьте, что как может быть по-другому, если вы это все сразу поудаляете, закроете и никаких намеков ни на что не будет, к вам вот этой позиции с условиями просто не будет. Вы будете на равных. Вам никто не будет гайки закручивать, ревностью шантажировать как-то, давить на вас, никто не будет. Вот этот повод для вот этого назидательного над собой отношения, мужчины даете вы сами, вот этим всем своим прошлым. Конечно же, другая немножко история, если мужчина, в принципе, у вас чисто, гладко, но он приходит уже с вот этим, я мужик, ты должна, в плане поудаляй, закрой, я ревную, вот эта вот самость, мужественность. Но у вас есть запрос, видимо, на это, вы-то хотите такое чувствовать. У вас такой мужчина, мускульный, допустим, да, так назовем, он вам очень нужен, вам это приятно. Другая немножко история. Но все же, это не очень здоровая тема, да. Начинать надо с равных вот этих позиций. Поэтому вы сами себе создаете проблемы, если вы кого-то не удаляете, не закрываете. Вообще, это мне просто сверх просто вышка, топчик, если так назовем, когда болтается в друзьях бывший какой-то, или я с ним еще иногда подружески переписываюсь. Классно, да, можно просто. Вы сами даете себе повод. Представляете, он увидит ваш новый возлюбленный или парень, который вам интересуется. Чувака, он уже ему может написать, по мушке спросить, раскрутить на разговор, и все узнать, что у вас там с ним было, почему вы расстались. О вас какое-то мнение, если вы расстались с ним супер очень хорошо, он приврет ваш бывший, как-то может про вас что-то наговорить. Не в лучшем свете, конечно же, вас выстоит. Вообще, вы себя можете представить, даже себя поставьте на место вашего бывшего. Вам напишет новая девушка вашего парня, например, который с вами расстался. По-дружески вы в френд-листе висите, там, в социальной сети ВКонтакте, например, да, но не общаетесь. У вас не то чтобы обида, вы нормально разошлись, но горестно, отношения закончились, перспективы какие-то были, которые не оправдались, ожидания ваши, в общем, расстроенная бы, да. Вам пишет его новая девушка и говорит, я его новая девушка, а что я с ним связывала? И как вы думаете, много вы хорошего про бывшего напишите? Вы его будете рекламировать и говорить, он такой классный, пожалуйста, ты такая будешь с ним счастливая, собирай его скорее. Золото просто. И она спросит, слушайте, а что это вы расстались? И у вас будет в момент, меня опорочат, то есть я такая плохая, или он плохой. Но никто не захочет себя ругать для того, чтобы прекрасно предоставить новой пассии вот этого ухажера, своего бывшего. Ну, конечно, скажем, ну, какие-то проблемки были, ну да, они сошлись характерами, ну или у него сложно. Никто на себя гнать, на самом деле, не будет, правильно? Так вот и ваш бывший, вашему новому турку тоже себя поручнее захочет. И он где-то что-то приукрасит. Это будет явно не вашу пользу, не вашу сторону. Поэтому если вы продолжаете искать себе, например, парня турка или общаться с каким-то турком, ваше старое прошлое закрыто на замок амбарный. Мы об этом не вспоминаем, не говорим, блокируем, стираем, все вот это делаем. Я это вообще честно скажу, по-правильному. Лучше это делать в любых отношениях, не только с восточными мужчинами, а вообще. Потому что очень часто наше прошлое, которое мы не можем отпустить, тянется шлейфом за нами и фредит нашему настоящему или нашему будущему влияет как минимум. Вы вспомните себя, даже если мы берем у иностранцев в отношениях с мужчинами с вашей стороны, в студенчестве, там, не знаю, другие какие-то годы, да, молодость назовем так, вы подумайте, сколько было таких историй, когда какой-то бывший где-то залазил в отношения или мой новый парень видел какую-то старую переписку с бывшим, которой нет смысла, у нас был скандал, или он ревновал, задавал вопрос. То есть сама неприятная дискуссия, какие-то оправдания, это всегда неприятно. Поэтому мы закрываем дверь в прошлое, а вот если вы не хотите этого делать и говорите, о, я со всеми друзьями хочу остаться, почему вы не хотите быть плохим для кого-то, да, то есть для вас тоже почему-то важно. Хорошим ты никогда, для всех, к сожалению, как бы ты не хотел, не сможешь быть, это невозможно. Быть идеальным, ты не сто баксов, что всем нравится, да. А вот если мы не захотим закрывать в прошлое дверь, это говорит о том, что мы хотим почему-то там задержаться, нам нужно оставлять это прошлое. Так вот, просто с мужчинами в вашей стране еще как-то бы объяснить, если у вас нет языкового барьера, менталитет одинаковый. А вот с восточным мужчинам и в турком частности попробуй объяснись. Это недопонимание языка, разный менталитет, ты ему ни черта не докажешь, он еще залезет, как шило тебе все разузнает, это нанесет урон твоим вот этим влюбленностям, отношениям, которые сейчас развиваются. То есть сама себе вставляешь палки в колеса. Поэтому, начиная новое отношение, мы старые искореняем, закрываем. Было-было, перевернули страничку в этой книжке жизни и живем дальше. Вот так надо. С восточными мужчинами вот так. Чем меньше вы будете провоцировать про свое прошлое, о нем рассказывать, свои какие-то вот эти личные, я имею в виду, рассказывать про себя, про интрижки, про мужчин, про вот это прошлое, вам будет в будущем спокойнее жить. Вам меньше предъявят, меньше зацепятся, меньше об этом мужчина будет думать. Не надо ему даже в голову такие мысли вкладывать. Меньше знает, крепче спит. Это самая идеальная поговорка на этот момент. Пожалуйста, учтите это. Я вам всем желаю удачи здоровых отношений, нетоксичных, про счастья, про любовь, про гармонию. Не забывайте, что восточные мужчины очень ревнивые, у них другой менталитет, у них больше вопросов возникает каких-то по ревности в вашем там связи, и тому подобное. И в принципе, для восточного мужчины, что у женщины уже что-то кто-то был, это уже для некоторых красная тряпка, как для быка, ревности повод. Поэтому максимально минимизируйте для того, чтобы быть счастливой, в плане том, чтобы меньше проблем себе сами сделайте лучше. Упростите. Спасибо за ваше внимание. Я с нетерпением жду ваших комментариев, какой у вас был опыт в этом. Допускали ли вы какие-то фатальные ошибки, оставляя открытую дверь в прошлое, и это как-то навредило вашему настоящему или повлияло на ваше будущее. В инфобоксе под видео моя почта. Пишите туда ваши истории от анонима, если хотите, чтобы я их зачитала и дала рекомендации в видео. Или, если вы хотите вообще анонимно, приходите ко мне на персональные консультации психологические в инфобоксе почта, тема письма, консультация. И также там есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Спасибо за внимание. Всем пока.